Возобновлено воздушное сообщение между Красноярском, Багучанами и Кодинском. Вопрос безопасности отдыха ребятишек, заборы, организация жизни, все-все-все, мы сейчас немножко тоже затронем. Коллективы, формирование коллективов и так далее. В Железногорске началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Планируется не простая прямоугольная площадка с ровным забором, а площадка, вписанная в существующий ландшафт, в котором будет интересно обыгранные дорожки для прогулки, для игры с собаками, какие-то возвышения, ну и специальное оборудование для тренировки собак. В Железногорске планируют построить специальную площадку для выгула собак. Даже сильный ветер не может помешать самолету Л-410 уверенно приземлиться на полосу аэропорта Багучаны. Надежная машина, которая уже давно зарекомендовала себя на внутренних перевозках, везет пассажиров из Красноярска. Самолету для посадки необходимо не более полукилометра. Полосы Багучанского аэропорта хватает с избытком. В этот раз пассажирами самолета стали представители авиакомпании «Красавия», которая и стала перевозчиком, организовавшим новый маршрут. Возможность для этого появилась благодаря краевой программе по улучшению доступности отдаленных районов края. В этой программе и принимает участие «Красавия». Пришлось преодолеть немало сложностей, но в итоге маршрут запущен. В первую очередь это готовность аэропорта Багучаны принимать наши воздушные суда. Для этого необходимо было и оборудование приобрести, и чтобы персонал был готов к этому. Это все было сделано, реализовано нашими партнерами из государственного предприятия, предприятия Черемшанка. Благополучно все это сделали. Ну и со своей стороны, конечно, мы тут неоднократно приезжали, проводили осмотры. По своей стороне персонал подготовили технически, для того, чтобы можно было принимать воздушные суда. Для того, чтобы маршрут стал круглогодичным, важно, чтобы он был востребованным у жителей района. И к этому есть все предпосылки. Наш район, такой хорошо, интенсивно развивающийся, конечно, требует различные виды передвижения. И, так сказать, помедленнее, желающих на автобусе, на паровозе, побыстрее, пожалуйста. Может, кому-то в Кодинск надо на полчаса туда и назад, до Красноярска, за меньше, чем за полтора часа долететь. Причем там автобус встречает, причем билеты почти сопоставимы с передвижением на железнодорожном транспорте в купе. Пока в планах у компании выполнять рейс один раз в неделю, по четвергам. Но планы имеют свойство меняться. И если мест на самолете будет не хватать, компания не исключает возможности добавить рейсы. Билеты на самолет можно купить в любой авиакассе, а также на сайте авиакомпании Красавиа. В наши дни очень остро стоит вопрос о трудоустройстве и выпускников вузов и СУЗов. Многие студенты после окончания учебного заведения в буквальном смысле пребывают в растерянности. Получив заветный диплом в руки, а также полную свободу действий, они не знают, куда податься, где и самое главное, как искать работу по специальности. Коллектив филиала Аграрного университета, зная такую непростую ситуацию на рынке труда, постоянно в поиске новых идей. Ведь для них трудоустройство своих выпускников является приоритетным направлением в деятельности. Поэтому коллектив на протяжении многих лет работает на опережение. Для этого ведется планомерная работа со многими предприятиями региона, то есть потенциальными работодателями встреч, конференции, договоры о сотрудничестве. Сегодняшний студенческий форум – это еще один шаг работы на перспективу. К нем принимают участие не только потенциальные выпускники, но и первокурсники. И, конечно же, работодатели для определения кадрового резерва предприятий. Чтобы они могли вполне конкретно, контактно провести встречи, беседы с нашими будущими выпускниками. И чтобы могли уже сегодня поставить и сделать какую-то ссылку, или сделать будущий выбор, поставить в резерв, кадровый резерв, на своем предприятии наших выпускников. Тем более, что организация, дающая высшее образование в нашем городе, это один единственный ВУЗ, который относится к аграрному университету. Руководство ВУЗа в дальнейшем намерено прислушиваться к мнению и требованиям работодателей, учить таких специалистов, которых не хватает на рынке труда. И работодатели готовы сотрудничать на перспективу. «Приоритетно мы считаем направление как раз работы с молодыми специалистами. Сегодня хотелось бы узнать, насколько мы можем сотрудничать как раз в этом направлении. И по подбору, конечно, специалистов в области ветеринарии, зооинженерии, механизации. То есть направление, которое интересует именно предприятие ООС «Алго». Одна из проблем – это кадровый резерв. Вот как раз над этой темой мы и работаем, и сотрудничаем с филиалом аграрного университета именно в этом направлении. Нам нужен кадровый резерв, свежая кровь, новые идеи, креативные, творческие, молодые специалисты». После вступительной части, знакомства, работа форума продолжилась по секциям, где представители от предприятий организации ответили на вопросы студентов и подробно рассказали об условиях работы, уровне зарплаты, перспективах профессионального и карьерного роста. В Железногорске обсудили подготовку к летнему оздоровительному сезону. Накануне глава Железногорска Вадим Медведев и представители профсоюзов и образования побывали в лагере «Взлёт» и поговорили о планах на нынешнее лето. «Вопрос безопасности отдыха ребятишек, заборы, организация жизни, всё-всё-всё, мы сейчас немножко тоже затронем. Коллективы, формирование коллективов и так далее». В первую очередь делегация осмотрела модульное здание нового медпункта. В корпусе есть помещения для персонала, смотровые кабинеты, палаты и изоляторы. Уже установлено оборудование, подведена вода из скважины, подключены все необходимые коммуникации. «Но самое главное, чтобы здесь никого не было. Никого не было. Все были на площадке». Как рассказал директор лагеря «Взлёт», уже идёт активная подготовка к лету. Благодаря участию в грантовых конкурсах удалось получить на это значительные средства. На эти деньги будут выполнены требования надзорных органов и благоустройства. «Летние корпуса, которые у нас есть, мы на сегодняшний день убираем там обои полностью и заменяем их панелями. И как потолки, и стены. Во-первых, это для удворки удобно, для проживания удобно. Часть средств из этих выгодных средств мы направим на благоустройство, так как вот построенный медицинский пункт, нам средства не выделялись». Также рассматривается возможность сделать навес в районе летней эстрады, чтобы проводить там мероприятия. Ведь во взлёте сейчас нет ни клуба, ни спортзала. Подготовкой взлёта Вадим Медведев остался доволен. В целом же глава Железногорска отметил, что главная задача на этот летний сезон – увеличить количество детей в лагерях и расширить возможности для их занятости. «Немножко специализация спортивного у Горного в этом году. Я надеюсь, мы хорошую спортивную площадочку сделаем там многофункциональную, чтобы было всем спортсменам в этом году. И будем двигаться, чтобы наращивать возможности по количеству детей, по занятиям, лабораториях в лагере «Орбита». Потому что там специализации уже одарённые, умненькие ребятишки, которые хотят учиться, продолжать, погружаться. Мы продолжаем в этом году сотрудничество с краевой летней школой. Принимаем специальную смену. Своих ребятишек туда будем отправлять. Предполагается, что за лето в лагерях Железногорска отдохнёт порядка 5000 человек. 30 мая дети отправятся в Горный. 31-го заезд у отдыхающих в «Орбите». Во взлёте сезон начинается 14 июня. Районные сельскохозяйственные предприятия получат финансовую помощь на развитие. Енисейский район защитил программу развития сельских территорий и прошёл конкурсный отбор в крае на выделение средств сельхозпредприятиям. Это приобретение в первую очередь племенного скота КРС, мясного и молочного направления с возмещением ставки до 75%. То есть сельскохозяйственное предприятие приобретает скот. Мы возмещаем по нашей программе 75% стоимости. Кроме этого, программа предусматривает приобретение оборудования для производства и переработки продукции, а также ремонт дорог в сельской местности. Дороги будут отсыпаны в Погодаевском сельсовете, так как там у нас находятся три сельхозпредприятия. Это ООН Циферовская, КФХ Шарбаев Михаил Михайлович и СПК имени Калинина. Программа рассчитана на три года. На реализацию намеченных мероприятий Енисейский район получил 18,5 миллионов рублей. Заявки на участие в программе пока подали 9 сельскохозяйственных предприятий района. Скажите, пожалуйста, вы гуляете со своей собачкой, а почему вы не убираете за ней? А вы видите, что она гадит? Мы просто прогуливаемся. Этот вопрос неудобен для большинства владельцев домашних животных. В нашей действительности убирать за своими собаками не принято. Стыдно, неудобно, неприятно. Но именно весной проблема обостряется. После зимы лицезреть результат собачьих дел можно прямо на тротуарах и пешеходных дорожках. Мария Каминская, хозяйка той терьера малыша, сама возмущена этим обстоятельством. В ее сумке всегда есть несколько чистых пакетов. Ну, я не знаю, мы все следим за цивилизованной Европой, мы все восторгаемся. Как там чисто, как там красиво, как там аккуратно. Но там же убирают. И там можно штраф очень большой получить, если ты не уберешь за своим животным. Похоже, по такому пути пошел и российский законодатель. С 1 января 2018 года ответственность за загрязнение территории ужесточится. Новый закон обяжет штрафовать владельцев домашних животных, которые выгуливают собак в общественных местах без поводка, а также не убирают за своими питомцами. Штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей в случае повторного нарушения от 10 до 20. Кристина Гасанова, которая уже несколько лет возглавляет общественную организацию помощи бездомным животным, считает, что одними штрафами проблему не решить. На мой взгляд, логичнее было бы сначала найти альтернативу вопросу, что мы можем взамен предложить владельцам собак. На данный момент отсутствие специализированных площадок для выгула каких-то обозначенных территорий. И пока эта проблема не будет решена, говорить конкретно про наказание за неправильный выгул, я считаю, рано. В общественной организации говорят, обустройство специальных площадок – одна из первых мер. Похоже, в Зеленогорске скоро такая появится. Планируется не простая прямоугольная площадка с ровным забором, а площадка, вписанная в существующий ландшафт, в котором будет интересно обыгранные дорожки для прогулки, для игры с собаками, какие-то возвышения, ну и специальное оборудование для тренировки собак. Вместе с тем, все та же общественная организация «Любимые лапки» считает, что одной площадки, весьма удаленной, на весь город будет недостаточно. В идеале обустроить специальное место для выгула необходимо в каждом районе. Постепенно проблема решается. Во многих городах на таких площадках устанавливаются док-боксы – специальные приспособления с пакетами для сбора и утилизации экскрементов.